МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире речь посла Республики Западная Армения в Аргентинской республике Гильермо Караманяна. Армянская церковь Субсаркист Тиграна на Керте будет восстановлена. 24 апреля все государственные теле- и радиоканалы Уругвая обратятся к теме геноцида. Под предлогом создания нового университета Баку сносит и видоизменяет здание Арцахского государственного университета. В Китае представлены 94 эксклюзивных экспоната из коллекции музея истории Еревана. Восточная Армения впервые на выставке по обороне и безопасности. Мы все прекрасно знаем, что Республика Западная Армения государство, которого боится мировая геополитика, поскольку ее появление на международной арене в качестве продолжения признанного миром в 1920 году армянского государства ставит фиктивный геополитический порядок в кризисное положение. Учитывая, что самые могущественные страны мира будут вынуждены уважать это признание и противостоять таким геополитическим союзникам, как Турция и Азербайджан, чтобы отстаивать интересы армянского народа, который не имеет ощутимых экономических интересов. И сегодня, слушая послания правительства нынешней Республики Армения, можно увидеть, чтобы договориться с врагами Родины, лидеры, целясь на национальные интересы Армении, решили выбрать коренной народ Западной Армении, то есть всех нас в качестве своих главных противников, вместо того, чтобы относиться к нам как к неразлучным братьям и сестрам. Это абсурдное решение Ереван подвергает огромному риску, значительно ослабляет нынешнюю Республику Армении и ставит перед нами слишком большое препятствие, которое необходимо преодолеть, прежде чем мы сможем вернуться на Родину. Все мы обязаны быть авангардом армянского народа и, возможно, являемся последней надеждой для будущих поколений армян для возвращения на их исторические, тысячелетние, библейские, исконные и коренные земли. Армянская церковь Сурб-Саркис, находящаяся в разрушенном состоянии в провинции Тигранакер, Западной Армении, будет восстановлена. Работы по восстановлению планируются на 13 июля текущего года. Фонд церкви Сурб-Киракос долгое время разрабатывал программу восстановления церкви, одобренную Советом памятников Турции. Министерство культуры и туризма Турции выделило 5 миллионов турецких лир в национальной валюте более 155 тысяч долларов. Однако для завершения программы необходима дополнительная сумма. Напомним, церковь также получила повреждения в результате сильного зимотрясения, произошедшего в Западной Армении 6 февраля 2023 года. Палата представителей Уругвая единогласна 74 голосами присутствующих на заседании депутатов за приняло законопроект, в котором 24 апреля объявляется Днем памяти о совершенном против армян геноциде. Все государственные теле и радиоканалы отныне обязуются каждый год 24 апреля обращаться к этой теме. Об этом сообщают на странице Facebook посольства Восточной Армении в Уругвай. Депутаты подчеркнули важность принятия закона с точки зрения осуждения преступлений против человечности, их предотвращения и повторения. В условиях безнаказанности Баку в прошлом году осуществил насильственную депортацию 120 тысяч армян Арцаха. Все еще продолжая культурный геноцид сегодня, депутаты также подчеркнули. Мы горды, что Уругвай первым признал совершенный против армян геноцид и впредь становится первой страной в мире, которая в силу закона обязывает все государственные теле и радиоканалы каждый год 24 апреля обращаться к этой теме. После полной депортации армян из Арцаха 23 ноября 2023 года указом Ильхама Алиева был создан Карабахский университет. С сентября 2024 года университет будет функционировать в здании Арцахского государственного университета Степанакерта. Академическая платформа мониторинг культурного наследия Арцаха предупреждает, ведутся строительные работы, весь фасад здания покрыт настилом, сделанная во время последнего ремонта вся облицовка здания удалена. Надпись «Арцахский государственный университет» на армянском языке уже удалена с главного фасада. Вероятно, будет удалена и надпись «Познать мудрость» и «Наставление понять изречения разума». Арцахский государственный университет был основан в 1969 году. Самостоятельный статус вуза получил в 1973 году. До полной оккупации Арцаха в университете было 5 факультетов, 15 кафедр, около 3000 студентов и 200 преподавателей. В библиотеке университета было более 100 тысяч единиц литературы и издательства, где печатались периодические издания, научный вестник, армяноведческий журнал, Арцахский университет. Во дворе университета был установлен памятник 75 студентам, погибшим в первой Арцахской войне. Международный день музея в Китае открылась выставка «Цветущее гранатовое дерево земляное». Представлены 94 экспоната из коллекции музея истории Еревана. Национальная одежда 18-20 веков, ковры, серебряные украшения, вышивка и посуда. Согласно информации Центра армянско-китайского партнерства, со дня открытия количество посетителей выставки превысило 10 тысяч человек. После церемонии открытия заместитель директора музея истории Еревана представил историю и культуру Западной Армении и столицы. Выставка продлится до 18 августа, продолжая важные традиции армяно-китайского культурного сотрудничества. Восточная Армения впервые будет представлена на выставке надземной противовоздушной обороны и безопасности. Выставка пройдет с 17 по 21 июня 2024 года в Париже. На выставке будет более 1800 участников из 90 стран, также около 98 тысяч посетителей и специалистов, что даст возможность армянским компаниям впервые представить свои технологии и решения на европейской международной выставке с целью подписания контрактов. В рамках выставки в павильоне ГИГААТ французской организации обороны и охраны промышленности состоится французско-армянский форум, посвященный потребностям Восточной Армении в сфере обороны и текущему сотрудничеству с Францией. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!